Немногие знают, что у нас в регионе 356 библиотек, и в каждой из них 23 апреля праздник, День книги. Любой человек с детства сталкивается с печатной продукцией, газетами, журналами, энциклопедиями. Каждый хоть раз в жизни был в библиотеке и представляет себе эти светлые помещения с книжными стеллажами. В настоящее время библиотеки выглядят немножко иначе, не так, как раньше. Если раньше в библиотеку ходили люди только за тем, чтобы читать книжки, то есть сейчас сюда приходят еще за тем, чтобы найти единомышленников по каким-то занятиям, найти, познакомиться с интересными людьми, просто пообщаться, просто поиграть. Сейчас в библиотеках есть электронный каталог, Wi-Fi и современные компьютеры. Здесь можно послушать аудиозаписи, посмотреть обучающие и познавательные фильмы, ну и, конечно, почитать. В фонде одной только библиотеки на Крутицкой более 200 тысяч экземпляров книг. Между стеллажами читального зала курсируют библиотекари, они точно знают, где лежит та или иная книга, где найти кривеческую литературу, где взять учебники по экономике. Здесь можно ходить с закрытыми глазами, даже брать книжки, которые спрашивают, приходишь с полки, берешь, не глядя, то-то автор или нет. То есть ты уже знаешь, где стоят эти книжки, ориентируешься просто, как вот азбуку выучили когда-то или таблицу умножения, так и здесь, знаешь, какой стеллаж, за что он отвечает, какая книжка на нем стоит. Эта книга – гордость библиотеки. Она была выпущена еще при жизни автора. Хранится здесь бережно и с большой любовью. Юные читатели с восхищением смотрят на этот экземпляр. Хотя, уверяют сотрудники библиотеки, современной молодежи больше нравятся яркие завлекательные обложки, крупные шрифты, иллюстрации. Современное поколение больше любит смотреть, а не читать. Хотя и это утверждение не аксиома. Если читающая семья, если ребенку читают с детства, с колыбели, сказки рассказывают, картинки показывают, вообще с ним занимаются, просто с ним сидят и разговаривают, наверное, в этой семье вырастет все-таки. Ребенок небезнадежный, скажем так. В библиотеке уверены, что во все времена будут желающие перелистывать хрустящие новенькие страницы, будут те, кто любит запах типографской краски и дивный мир, в который погружает книга. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.